Жизнь на плаву. Под квартирами жителей двухэтажки по улице Мехринцева 39В образовалось настоящее озеро из скопившихся источных вод, канализационных нечистот и бытового мусора. В квартирах от этого сырость и зловоние. Управдом на призывы обратить внимание на жителей не реагирует. Как быть заложником коммунальной проблемы узнавала Дарья Гребнева. От увиденного в подвале перехватывает дыхание. Полнейшая антисанитария. Тяжелый воздух от нечистот поднимается в квартиры жильцов. Глубина коммунального озера несколько метров. Жители бьют тревогу. Ведь за время жизни здесь в сухом состоянии подвал из них никто не видел. От постоянной сырости дом страдает и начинает разрушаться. Поэтому люди всерьез опасаются за свою жизнь и здоровье. Так вот у меня дети маленькие. В детский сад ребенок ходит. А если он часто болеющий ребенок, очень тяжело дышать. На самом деле, что тяжело. Очень такой запах спертый, канализации. Разве можно вот такими водами вообще дышать? Есть предположение, что в Гребная яма из общежития там не вывозится годами. То есть предположение, что она еще и нашла дорожку сюда. Дом-то вот-вот рушится. Мы же ведь упадем. В результате дом-то все равно рухнет. В июле управдом все же пытался решить проблему, утверждают жители. Откачал воду, но не до конца и применив, как считают они, не совсем верный способ борьбы с отходами. В конце июля управляющая компания решила, прежде чем опрессовать отопление, они решили откачать воду из нашего подвала. И откачивал, работал насос около подвала и откачивал прямо на дорогу, на цветник наш, который мы разбили на глине буквально. Запах стоял невозможный. Не дышать месяц стоял. Пока дожди вот это все не смыли, стоял воздух от квартиры и около дома. У нас и так это вонь идет с подвала. Еще здесь откачали. Мы все возмущены, конечно, были. Удушливый тяжелый воздух отравляет жизнь людей. От этого страдают жители не только первого этажа. У Надежды Головко от постоянной сырости плесень на обоях. Делать ремонт, считает она, в таких условиях пустая трата времени и средств. Вот смотрите, углы сырые, дышать невозможно. Смотрите, вот, потрогайте. Все, обои отходят, сырость, плесень. Спать невозможно. Я даже не могу спать, задыхаюсь с этой плесенью. А ночью холодно, не открыть окна. Директор управляющей компании Сергей Александров пообещал нам уже сегодня выехать на место и вместе со своими сотрудниками найти причину появления воды. По версии специалистов, озеро в подвале образовалось из-за скопления грунтовых вод.